Всем привет! Вы на канале Могилевские Хроники. Уже вовсю разыгралась зимняя погода, закончились зимние праздники, а значит самая пора вернуться к своему историческому повествованию. Я не случайно упомянул зиму. Сегодня мы затронем одну из самых темных страниц истории нашего города – события беспрецедентного масштаба. Наш канал попытается разобраться, как небольшая речушка приток Днепра в один миг стал смертоносной стихией, унесшей около двух тысяч человеческих жизней. Мы откроем архивные документы, обратимся к воспоминаниям очевидцев и восстановим хронику событий тех страшных апрельских дней и ответим на главный вопрос, что стало причиной роковых событий. Обо всем и сразу в документальном материале «Могилевская цунами» 1942. Факты, свидетельства, документы. Чаще всего суровая зима оставляет после себя глыбы льда и множество снега. Все перечисленное с наступлением весны начинает таять, повышая уровень рек. Нередко происходят речные паводки. Самый яркий пример разлива Днепра прошлой весной, когда уровень Днепра достиг отметки 574 сантиметра, подтопив пойму. Эта история берет свое начало в 1902 году, когда в Могилеве появляется своя железная дорога. Для этих нужд в долине недалеко от Карабановского кладбища возводится мост через реку Дубровенку. Сохранилось несколько фотокарточек моста первой половины 20-го столетия. После распада Российской империи, советское руководство сделало ставку на развитие железных дорог. Могилев не стал исключением. Параллельно существующему мосту начинается в 1935 году строительство еще одного более мощного моста, который вступает в эксплуатацию в 1941 году. Этому свидетельствует аэрофотоснимок немецкого разведчика, сделанный в июле 1941 года. Ниже моста была построена земляная насыпь по военным соображениям. Внутри нее соорудили бетонную трубу для пропуска воды. Красная армия при наступлении взорвала мост, железную дорогу и саму трубу. А после захвата города немецкие оккупанты в целях восстановления транспортной логистики имели планы на восстановление подорванного железнодорожного узла. Трубу загрузили землей, в воронку насыпали и сбрасывали землю и шпалы. Движение поездов возобновилось. Для того, чтобы насыпь не оползла, трубу закрыли деревом. Воды, протекавшие по верховью реки, стали образовывать здесь озеро. Тогда городское управление обратилось к начальнику жидостанции Могилева, господина Лапо, с просьбой восстановить пропуск через трубу. Иначе люди, проживающие на набережной Дубровенке, окажутся под угрозой. Лапо ответил, что высшее командование введено в курс дела. Скоро должны прибыть немецкие строительные части и решить проблему. Время шло, работы не начинали. Вопросом занялся некий обер-лейтенант Вольцберген. Он решил сделать штольню с сечением 1,2 квадратных метра, но для ее полноценного спуска ее было недостаточно. Работу начали 6 октября. Сначала шло все гладко, но со временем продолжать работу стало уже невозможно. Грунт становился все более обводненным и песчаным. 10 ноября штольня полностью находилась в плывуне и вскоре продолжать работу уже было невозможно. В ночь 19 на 20 декабря из старой трубы, которую все считали разрушенной, вырвалось большое количество воды. В насыпи поджелезной дороги образовалась воронка диаметром до 10 метров. Со стороны же озера насыпь не обрушилась. Теперь стали думать, что некоторые части трубы после взрыва все-таки уцелели. Принялись разбираться, кто должен все делать. Немцы из управления железной дороги дали понять, проблему города должна решать городская администрация. Комендатура тоже предпочла остаться в стороне. Городское управление составило другой план работ. Хотели и воды из озера спустить, но на новый водоспуск не было рабочей силы и техники. Выяснили, что центр трубы засыпан песком. Со стороны же озера она была цела, но заполнена водой. Оставалось пробурить песчаную пробку и пустить воду через железные трубы. Для начала весеннего паводка оставался всего лишь один месяц. Времени на работы хватало. Все было хорошо. Проблема почти решилась, но комендант железнодорожного узла запретил работы, связанные с удалением пробки. Это грозило осадкой полотна железной дороги. Так она станет ниже. В таком случае движение поездов станет невозможным. Комендант заявил, 1 апреля у меня будет готов мост, а тогда что будет с дамбы меня не касается. Сейчас же прекратить движение я не разрешаю. Он также обещал пожаловаться фельдкоменданту, если работы с трубой не прекратятся. Городской инженер решил, что так дело не пойдет и написал главе города докладную записку. В ней он рассказывал о катастрофической ситуации. Глава сказал продолжать работу по восстановлению, несмотря на замечания господина Лапо. Только теперь не пробку бурили, а укрепляли откосы старой трубы. В конце февраля дело взяла в свои руки другая организация. До официального распоряжения рабочие продолжали укрепление откосов. Успеть исправить положение было уже практически невозможно. Инженеры из местных информировали немецких кураторов и коменданта, что талая вода может смыть дамбу, а следом и все строения ниже по течению. Поэтому необходимо привлечение военной техники для ремонта. Ответа они не дождались. Вода по-тихому наполняла впадину и подбиралась уже к рельсам. В конце концов, до кого-то дошло, что стратегический объект может пострадать. Тогда на восток надо будет гнать войска, топливо и технику. Немецкие военные появились на злополучной насыпи в пятницу 10 апреля. Что они там делали, неизвестно. Возможно, пытались взорвать так называемую пробку. Прорыв произошел около 14 часов. По воспоминаниям очевидцев, в насыпи образовалась прореха шириной в несколько десятков метров. И через нее пошла стена воды. Вода хлынула на город 15-метровой стеной. На пути Могилевского цунами стоял Быховский рынок, баня и сотни домов частного сектора. Чтобы ответить на вопрос, что стало причиной, необходимо обратиться к архивным источникам и воспоминаниям очевидцев. На сегодняшний день существует три основные версии, почему так произошло. Обратимся к каждой и проведем аргументы за и против. Житель Могилева Владимир Чашей, в то время служащий отдела городского инженера Могилевского горуправления. Старший инженер со технической группы. Лично причастный к тем событиям вспоминал. В городе Могилев, под железной дорогой Быховского направления, речка Дубровенко взята в железнобетольную трубу большого диаметра, около метра. Высота от низа трубы до вверх составляла около 20 метров. При вступлении из Могилева в июле 1941 года эта труба была взорвана. Течение реки прекратилось, а железнодорожная насыпь образовала плотину высотой около 20 метров. Вся низина по руслой речке от Пашкова через Печерский лес и район Карабановки осенью и зимой постепенно стала заполняться водой. Образовалась огромная чаша, пруд, глубина которого с каждым днем все увеличивалась. Весной к воде прибавилось еще и снеготаяние из окружающей зоны. Угроза разрушения насыпей железной дороги и полотна была очевидной. Нельзя сказать, что новые городские власти не были осведомлены об угрозе. В ноябре 1941 года городской инженер Громаков пытался спустить накопившуюся под насыпи воды. Временная тоннель освободил затопленное строение, дорогу и насосную станцию Могилевского ЖД-узла. Но из-за узкого сечения, к тому же постоянно засоряющегося, он не мог пропустить весенние воды. Сооружение постоянной дамбы рассчитано на пропуск талых вод, городскому управлению было не по силам. Не было ни техники, необходимых материалов, ни рабочих. Городской глава Фелицин пытался переложить устройство бетонной трубы по восстановлению железнодорожного моста на управление железной дороги. Собственно, затянувшиеся выяснения финансовой и технической ответственности за проведение между различными ведомствами, а также согласование технического решения начальником производственно-технического отдела Забелиным с руководящими им немецким офицером Вольсбергеном от 15-го строя дела привели к запозданию в начало строительных работ. Пытаясь снять с себя ответственность, инженеры Забелин и Бурыгин еще 4 декабря 1941 года преждали в своей докладной записке коменданта города, немца-ассессора Бесселя, о том, что весной может произойти разрушение дамбы и смы всех строений по реке Дубровенко. И тогда будет причинен колоссальный ущерб и железнодорожному, и городскому хозяйству. Инженеры просили ускорить работы и произвести их с помощью военной техники. Окончательное же решение должно было принять немецкое командование. Однако ответа не было. Только 5 марта прорабу Бурыгину поступило распоряжение продолжать работы по водоспуску по намеченному в феврале плану. Таким образом, из-за неслаженности действия административных органов, бюрократического аппарата оккупационных властей, отсутствие между ними четкого распределения функций, времени до весеннего половодия было уже упущено. Немецкий солдат вермахта Вольф Кюн, располагавшийся в казармах Могилева как раз в апреле 1942 года, запомнил те дни как какую-то особенную стремительную весну. Повсюду еще лежали сугробы снега, а асфальт на расчищенных дорогах в центре города, под палящими лучами солнца становился мягким и продавливался под сапогами. Также Владимир Чешей вспоминал, в жаркий апрельский день, 2 часа дня, плотина была прорвана и разрушена напорным колоссального количества скопившейся в огромном пруде воды. Насыпь 20-метровой высоты была выхвачена и снесена во всю высоту и ширину десятки метров. Гигантский вал воды нахлынул на город. Большой высоты с колоссальной скоростью прокатился по руслу речки Дубровенко, сметая все на своем пути. Были срезаны два каменных моста через Дубровенко, разрушены сети водопровода, электросети, снесены жилые дома по всей улице. На Пригорьке была затоплена баня с посетителями, был снесен весь Быховский рынок с прилавками, торговцами и покупателями. Город оказался без электричества и воды. Из воспоминаний Данилова Владимира Ивановича, 1932 года рождения. За несколько дней до наводнения, по радио и в газете объявили, что будет большая вода, чтобы уходили наверх. Старосты ходили по домам и устно предупреждали о том же. Мы были в полукилометре от Дубровенки и считали, что это нас не коснется. Где-то через неделю вода в реке слегка повысилась. И вот мы однажды, я с детьми побежал посмотреть на реку. Вода поднялась и достигла берегов. Я был около устья Струшни, метрах 300-500 от моста. Когда я увидел плывущий дом, шла громоздкая вода, а наверху пыл деревянный сарай. Запомнился крик «Убегайте!». Меня схватил какой-то мужик и оттащил потрясенный. Я даже не обратил на него внимания. Высота воды была метра четыре над дорогой. Поплыли дома. На крышах держались за трубу и сидели люди. Плыли громадные льдины, которые ударялись по зданиям. Дома ломались, отрывались куски. Люди падали и тонули. Тот и пытался спастись на деревьях. Деревья раскачивались и раскачивались. Было и так, что корни деревьев выбивали льдины и стволы падали вместе со спасавшимися на ними. Первыми были снесены дома, которые стояли ближе к реке. Дома, стоявшие немножко поодаль, держались под напором воды, но льдины тоже их сбивали. Река поднялась к нам на Струшню. Наш дом вода затопила на полтора метра от первоначального уровня Дубровенки. Метр на три с половиной. Дом был разрушен. Еще один очевидец, Симоновский Леонид Мейерович, 1932 года рождения. Ему тогда было всего лишь 10 лет, описывают увиденное так. Я шел с базара и уже дошел до бани. Вдруг услышал непонятный мне шум. С утра я видел то, что около железнодорожного моста, как копал что-то немецкий стройбат. Они в воду будут спускать, чтобы мост не повредило, когда небо уже становилось темным. Говорили, что и немецких саперов, которые занимались подрывом, снесло. Они не ожидали, что так сильно прорвет. И сначала ощутил, а потом увидел стену воды. Она была метров 10 и шла очень быстро прямо подо мной. На реке были деревянные мостики. Они были привязаны канатами к деревьями. Видимо, немцы предполагали, что мосты могли быть снесены. Лавина, прорвавшись, снеслась между берегами Дубровенки, срезая все на своем пути. Крыши домов уворачивались. Деревья сносились. Немцы бегали по обрыву и стреляли. Человеческий крик обрывался. Скрижетала сплошная лавина. Из бани никто не выскочил. Уже после войны в зрелом возрасте Леонид написал мемуары и издал сборник, где подробностях описал все увиденное. Еще один свидетель тех роковых событий, Белковская Валентина Афанасьевна, 1928 года рождения, описывала события следующим образом. Весной 1942 года случилось известное наводнение на Дубровенке. Говорили, что после начала войны ни разу воду не спускали с водохранилища. Вот дамбу и прорвало. Я как раз шла в город. Только мы спустились вниз к реке и проходили по мостику по улице Виленской. Услышали страшный грохот и треск. На нас стеной шла вода. Мы бегом пустились вверх к городу. По реке плыли дома, люди, животные. Запомнила, что немцы занимались отлом курей, которые тоже убегали от наступающей воды. Воспоминания Якубовской Людмилы Иосифовны, 1931 года рождения. В тот день мы специально побежали смотреть на разлив воды. Мы стояли прямо на железнодорожных путях. Услышали какой-то глухой взрыв, как хлопок. И вдруг весь песок, вся земля, вся насыпь под рельсами поехала со стороны под напором воды. Рельсы повисли, как канатная дорога, а мы бросились бежать назад. Провал за нами мгновенно разъезжался. Вода заполняла образовавшуюся брешь. Мост моментально смыло вместе с четырьмя привязанными канатами, которые росли вдоль от него. Выплыл огромный айсберг. Я понеслась домой, а в кинотеатре «Червоная зорька» шел фильм. Кто-то крикнул «Наводнение!». Началась паника. Все рванули к дверям. Я увидела, как они ломились к двери. Я вбежала на свою Буличеву гору, ныне переулок Тани Карпинской за школой номер один. Бабушка сидела на лежанке, а до половины лежанки доходил сырой след, и пол был весь мокрый. На огороде за окном лежала льдина метра три высотой, которая таяла все лето, и мы ничего не смогли посадить во влажную землю. В наводнении погибла моя подружка, ровесница Маня. Она прыгнула в воду за братьями, и ее затянуло под льдину. Я видела, как пыл дом, и из трубы шел дым. Некоторые дома целиком выносила на лед Днепра, где ледоход еще не начался. Много обломков льда оставалось во дворе дома безалкогольных напитков и в других более высоких местах. Все лето Дубровенко была еще шире, чем обычно. Раньше дома строили на самом берегу речки. После наводнения их стали ставить дальше от воды. Если людские жертвы никто не подсчитывал, то для подсчета материального ущерба Могилевским городским управлением была создана специальная комиссия. Дело в том, что множество домов, которые пострадали, были застрахованы. Наводнение разрушило 129 домов. Всего 58 потерпевшим домовладельцам, согласно поданными ими заявлениями, финансовый отдел Могилевского городского управления был обязан выплатить страховое возмещение. Однако эти убытки были выплачены частично. Как видно, по финансовым отчетностям Могилевского городского финансового отдела все страховые выплаты за ущерб, компенсируемые городским бюджетом домовладельцам при наводнении, покрывалось страховыми взносами, собранными меньше, чем за месяц. Таким образом, расходы городской казны, связанные с наводнением, возместились достаточно быстро. На сегодняшний день существуют три основные версии произошедшего. Версия номер один. Самообрушение образовавшейся насыпи. Как и было сказано, в 1941 году при отступлении Красной Армии из города железнодорожные пути новой дороги были подорваны, завалив при этом спусковую трубу, через которую текла Дубровенко. С июля 1941 по апрель 1942 года, как описывают очевидцы, со стороны Карабановки образовалось озеро, уровень воды которого поднялся на многие метры. Катастрофа была неминуема. Против эти версии говорят факты. Как уже было упомянуто свидетелем, перед самой катастрофой люди видели немецких солдат, которые спешно бросились выполнять инженерные работы, после чего последовал хлопок и произошел выброс водных масс. Обратимся к физике, чтобы понять лучше всю природу происходящего. При проектировании поперечных профилей подходных насыпей следует учитывать условия, в которых они будут эксплуатироваться. Если на подходе к речной долине и на пойменных участках при уровне меженых вод насыпи находятся в таких же условиях, как и обычные дорожные насыпи, то при высоких уровнях воды эти же условия для пойменных насыпи становятся существенно иными. Вследствие насыщения пойменных насыпей водой уменьшается трение и сцепление грунта, что приводит к снижению их прочности и устойчивости. При повышении уровня воды в реке во время паводка гидродинамическое давление воды на насыпь возрастает. Вода через откосы земляного полотна проникает в тело насыпи. При насыщении насыпи водой появляется сила гидродинамического давления, которые в период подъема воды в реке направлены внутрь насыпи и тем самым увеличивают ее устойчивость. Опыт эксплуатации пойменных насыпей свидетельствует, что обрушение откосов чаще всего происходит в то время, когда уровень воды в реке понижается. Несмотря на то, что такой незначительный спад действительно был до 10 числа, в ходе работ критически эта ситуация не поменяла. Версия 2. Диверсия со стороны партизан. Партизанское движение стало формироваться сразу после начала оккупации и хотя к весне 1942 года большинство отрядов действовали разрозненно, они имели определенные цели – затруднить или сделать невозможным пребывание оккупантов на просторах родины. Крупные диверсии действительно проводились в городе. Достаточно вспомнить десантную группу Наумовича или дерзкое освобождение пленных из Могилевской тюрьмы на Рождество 1942 года. Какие могли быть мотивы у партизан? Подрыв железнодорожных путей, приоритет отдавался, конечно же, на надводные путепроводы или же мосты, которые будут тяжелее восстановить. Если же предположить, что это спланированная диверсия партизан, то они должны были отдавать себе отчет о неминуемой гибели большого количества гражданского населения, нанесении материального урона в ходе прорыва накопившейся воды, что в принципе делает эту версию маловероятной. Версия 3. Халатность со стороны городской оккупационной администрации. Как и было сказано ранее, технологические процессы по спуску уровня реки долго откладывались. Как мы видим из документации, для оккупантов наиболее главной задачей было восстановление подорванных железнодорожных путей. Изначально работы действительно велись. Была пробурена узкая труба. Даже часть воды к декабрю 1941 года вышла через нее. Но для ликвидации возможных последствий требовалось серьезное вмешательство. Решение проводить дальнейшие работы запретил начальник железнодорожной станции ЛАПО. Чудовищная нерешительность, беспорядок в административном аппарате оккупантов и отложение проблемы стоило ценного времени, которое уже и так ушло. 10 апреля, когда начались инженерные работы, уже было действительно поздно, ведь масштаб проблемы явно недооценили. Взрыв спровоцировал настолько сильный выброс грунта под давлением вод, что попросту остановить или предотвратить страшную беду было за гранью человеческих возможностей. По воспоминаниям очевидцев, оба берега Днепра были устланы телами жертв трагедии. Для учета материальных потерь была создана комиссия. Тела же погибших сначала свозили на Быховский рынок. Кого-то опознали и забрали родственники. Остальных немцы сложили в одну общую яму и закопали. Местонахождение этой братской могилы точно неизвестно по сей день. По самым скромным подсчетам историков, количество жертв может составлять от тысячи человек. Верхний потолок до двух тысяч жертв. Печальное событие можно было предотвратить, если бы своевременно был организован сброс воды. И, впрочем, это уже совершенно другая история.